Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Перед началом данного видеоролика я бы хотел вам, так сказать, рассказать, что по айпишнику в описании вы не сможете зайти на Абсолют Ролеплей. Да, если кто-то этого ждал, кто-то этого жаждал и делал все прочие вещи, то нет. По айпишнику в описании вы не сможете зайти на Абсолют Ролеплей. И вполне возможно, что к счастью, потому что я знаком с некоторыми людьми, которые заходили на Абсолют Ролеплей. И если честно вам сказать, то Абсолют Ролеплей это, знаете, такая помойка. Это такая, знаете ли, клоака вот этой вот всей хуйни, вот этого всего сброда и так далее. Как говорится, заходи не бойся, выходи не плачь. Вот это про Абсолют Ролеплей. Потому что все люди, так или иначе, игравшие на Абсолют Ролеплей, или играющие на Абсолют Ролеплей, они плачут. Они плачут по ночам, они плачут, когда сидят дома, они плачут, когда идут по улице и делают все прочие вещи. Поэтому по айпишнику в описании вы не сможете зайти на Абсолют Ролеплей. Но тем не менее, вы сможете зайти на сервер получше. Причем намного получше. Это топ-1 проект в Самп и топ-1 сервер в GTA Самп Аризона Ролеплей Феникс. И по айпишнику в описании вы сможете, так сказать, попасть на Аризона Ролеплей Феникс. Там вы сможете ввести мой никнейм при регистрации Данте Коннери по достижению вами 5-го левела. Это система в автоматическом образе, в автоматическом режиме и во всех прочих вещах выдаст вам 300 тысяч игровой валюты. Прям вот, блядь, задел стойку от микрофона. Неважно, думаю, что было негромко. А так вот, в автоматическом режиме она вам выдаст большое количество разнообразных денег, игровых привилегий, там, знаете ли, гонок на собачьих упряжках. И всего-всего-всего вот прям будет у вас там навалом. Поэтому можете уже прям вот сейчас заходить, не терять времени. Потому что вполне возможно, что пока вы будете заходить, вас могут там отвлечь какие-то другие люди, да, которые будут звать вас на какой-нибудь там, я не знаю, на Абсолют Ролеплей, там, на Дивайн РПГ какой-нибудь, да, там, в Майнкрафте или еще где-то. Нет, вы все эти предложения, так сказать, отзываете и делаете как бы все по-нормальному. Так вот, давайте перейдем уже непосредственно ближе к сути самого видеоролика. Не так давно у меня вышел ролик, в котором я, так сказать, смотрел видеоролик человека, такого, знаете ли, игрока Абсолюта, то есть типичного игрока Абсолюта. То есть этот ролик вышел там уже около пяти-шести, возможно, даже семи дней назад. Вот. И вы знаете, там я ему ответил, рассказал вообще, в чем он был неправ, в чем, возможно, я был неправ, почему, а то, что он говорит, полная хуйня. И вы знаете, даже под тот видеоролик, который на данный момент не набрал даже там, я не знаю, 300 просмотров, нашлось большое количество разнообразных людей, которые написали что-то в защиту Абсолюта Ролиплей, в защиту вот этой помойки, в защиту вот этой вот самой Клуаки. И сегодня я этих людей вам покажу, то есть вы сейчас находитесь в моем контактном зоопарке, вы сможете, так сказать, посмотреть на обезьян, на мартышек, на Кинг-Конгов, так сказать, показывать пальцем, вообще смотреть, так сказать, все прочие дела делать, смотреть, говорить, ебать, мы в мире обезьян, мы в мире шимпанзе, вот так вот, показывать на них пальцем, смеяться, говорить, ребят, пиздец, блять, это же что, это, блять, люди, они что, с нами на одной планете живут, или делают какие-то прочие вещи, нет, то есть, такого вы сможете испытать, разумеется, да, и все такое. Поэтому давайте, сейчас в моем контактном зоопарке, для того, чтобы, как бы, вход в зоопарк, то он платный, для того, чтобы войти, вы должны оставить свой комментарий с предложениями в книге жалоб, там и предложений, вот, можете оставить свою жалобу какую-нибудь, да, в комментариях, и также заплатить за входной билет, это лайк под данный видеоролик, и мы уже начинаем, я, если что, извиняюсь за вот эти вот все байты, просто это правило зоопарка такие, да, то есть, вы могли вспомнить, что до этого я никогда не байтил, и не делал каких-то прочих вещей, потому что это абсолютно бессмысленно, но, к сожалению, а так работает YouTube, что я вынужден вас байтить на лайки, а больше, наверное, не буду, да, да, больше, скорее всего, не буду, а может быть и буду, неважно. Так вот, давайте уже перейдем непосредственно к самим комментариям, вот у нас тут самый первый комментарий, его пишет пользователь Malartini, вот, он пишет, чувак, поиграй, во-первых, сам на этом сервере, а я, если что, в том ролике говорил, что, как бы, я не должен копаться в говне, чтобы сказать, что это говно, я не должен наступать в говно для того, чтобы сказать, что какой-то там сервер или какое-то явление, оно, как бы, говно, однако, ладно, сам поиграй на этом сервере, а не зайти, походи 3 минуты и идти снимать разоблачение. Я вижу, что у человека проблемы с русским языком, возможно, он украинец, возможно, он еще кто-то, но это просто, это пиздец, ладно. Во-вторых, манера речи, мне вот аж стало противно тебя смотреть, съебись нахуй тогда отсюда, если тебе стало противно меня смотреть, ой-ой-ой, блядь, дорогая, вытащи из моего анала эти бусы, блядь, что, ну, противно стало смотреть, съебись нахуй тогда отсюда, блядь, нахуй ты мне такую, блядь, мне так нужен твой ебаный просмотр, конечно, блядь, там, блядь, 200 человек посмотрело, блядь, Один ты, блядь, двухсотый человек, и, разумеется, противно стало забереться тогда свой просмотр, там, я не знаю, напиши в поддержку Ютуба, что просмотр был, блядь, совершён по ошибке, пусть его скрутят, там, я не знаю, если, блядь, противно стало смотреть, ну, пиздец, блядь. А с твоей манерой слишком много матюков, понимаешь, в чём дело, да, то есть это интернет, в интернете мы общаемся как захотим в данный момент, нам дали свободу слова, многие распоряжаются хуёво, я и распоряжаюсь так. Так, если у тебя есть какие-то проблемы, просто, эм, можешь, я не знаю, закрыть видеоролик, поставить дизлайк, оставить какой-то фидбэк, да, ну, вот эту вот хуйню писать, не, ну, это реально, иди нахуй, если ты оставляешь такой фидбэк, как бы, да, ты можешь анонимно, как бы, поставить дизлайк, никто даже не узнает, вот, 16 человек под тем видеороликом поставили дизлайк, никто не знает их имён даже, а ты написал комментарий, ты выделился, поэтому я тебе сейчас и отвечаю. Так, в-третьих, не приводил никаких аргументов, а просто материл автора видеоролика, эм, более чем имею право, если автор видеоролика еблан, то я говорю ему, что он еблан, как бы, ну, это справедливо, он может так же сказать и про меня, то есть, ну, у нас свобода слова, как бы, понимаешь? Видео полное пустышка, блядь, пустышка, это ты, маларти, ты пустышка, блядь, пойманная за руку, иди нахуй, и не заслуживает потерянного времени, пиздец, братан, блядь, иди нахуй, просто иди нахуй, блядь. Я трачу свои какие-то жизненные ресурсы, да, на видеоролики, на всё прочее, а там озвучиваю, монтирую, там, делаю превью, так каждый день на протяжении большого количества времени, и только недавно я начал получить какие-то копейки с этого. Блядь, и тут твоё ебаное потерянное время, которое ты, блядь, тратишь на какую-то хуйню полную, на игру, на абсолют ролеплей, да, пиздец, блядь, твоё время, оно очень важно, за время, наверное, которое вот ты 20 минут там посмотрел, да, ты бы мог, наверное, там, я не знаю, ракету в космос запустить. Не, малартини, блядь, извини, пожалуйста, как бы, больше, наверное, так делать не буду. Вся суть данного видеоролика, это обматерить автора, ну, я уже отвечал. Сам автор молодец, привёл все аргументы, которые и пытался рассказать. Автор привёл аргументы, которые и пытался рассказать, не красава автор, реально, кто автор, какое, блядь, иди нахуй, малартини, блядь, просто не позорься, как говорится. Так, писунелло, гантели, блядь, пишет, два дня назад, сам ты даун, ебло, запятая, ты вообще охуел оскорблять игроков абсолют рп, играю с 2016, блядь, играю с 2016, даже не года, просто 2016, иди нахуй, что я могу ещё сказать, блядь, ну, иди нахуй, играй дальше, блядь, зачем он это написал, охуя. Нашёл видос, побомбил, необоснованный видос, кстати, ниже он оставил ссылку на свой видеоролик, блядь, как бы, видос необоснованный, я побомбил, блядь, нашёл видос, побомбил, но ссылку, как бы, пропиарится вот этот Крока, блядь, он, конечно, красавчик, там, у него где-то контент какой-то делает, можете найти канал Крока, подписаться, там, я не знаю, лайки, дизлайки, комментарии написать, да, сказать, там, обматерил необоснованный видос, бля, Крока, не, реально, пошёл нахуй, Крока. Так, а почему ты сам не поиграешь на Апсе и посмотреть, сколько там ботов? У меня есть видеоролики Мистер Окея, у меня есть видеоролики Вердейча, у меня есть общественное мнение, у меня есть своё собственное сложившееся мнение после того, как я зашёл на этот проект когда-то однажды, да. Я заметил большое количество АФКшников. АФКшников я приравниваю к ботам. Если человек не совершает никаких действий на сервере, а просто выполняет функцию того, что он занимает слот, то это бот. Ну, как бы, если я не прав, поправьте в комментариях его, почему нет. Блять, ну, типа, всё. Я не должен, понимаете, я не должен наступать в говно, чтобы сказать, что это говно. Понимаете, в чём дело? Я не хочу, я просто не хочу, я хочу просто высказать своё мнение, не наступая в говно. Я вижу, что это говно, я говорю, что это говно, я констатирую факт. А тут, ну, это просто пиздец. Некоторым удобно, некоторым неудобно через Кириллицу писать. Он же сказал Чучело. Ой, блядь, Чучело, это твоя панда на аватарке 12-летний или там 10-летний долбоёб с ником, блядь, СЛП. Пиздец, и дальше он, блядь, комментарии оставил. Фу, педр, комменты удаляет. Блядь, я поражаюсь этим людям. Сначала пишут, ты зайди, посмотри, поиграй, потом высказывай какое-то мнение. А сами, блядь, просто, если бы вы посмотрели у меня больше одного видеоролика, а не просто по ключевым словам находили какие-то, блядь, упоминания о вашем любимом родимом сервере, то вы бы знали, блядь, что комментарии я на Ютубе не удаляю. У меня на Ютубе нету заблокированных, блядь, даже пользователей. Любой долбоёб на Ютубе или там на Твиче или в ещё практически любой социальной сети, кроме ВКонтакте там и каких-то ещё сетей. То есть ВКонтакте я хочу оградиться просто от психов ебаных на своей личной страничке ВКонтакте, потому что порой они отправляют такую хуйню, что просто, ну, как бы, понимаете ли, нет другого выхода, кроме как их забанить, блядь. На Ютубе же вы никакую хуйню отправить не сможете, вас чисто спам-фильтры, блядь, загребут. И даже так, если даже Ютуб, знаете ли, не удалил ваш коммент, если он просто попал в спам-фильтры, и он, как бы, знаете ли, не нарушает законы, там, знаете ли, действующего законодательства, то я этот комментарий одобрю. Я там раз в несколько дней, недель проверяю папку спам и там чищу всё оттуда, вот эту вот всю хуйню, поэтому, ну, как бы, пошёл нахуй. СЛП-комментарии я не удалял, и твои комментарии до сих пор висят, ты можешь их посмотреть. Если ты сам удаляешь свои же комментарии, то тут я не виноват. Прочитать большой текст сможешь хоть, дегенерат пишет. Дегенерат, понимаешь, твой ник говорит всё за тебя. Если бы я вот так вот читал комментарии каждого долбоёба, который мне что-то строчит, блядь, то у меня бы просто, блядь, времени не хватает. Вас настолько дохуя, блядь. Я настолько его унижу, понимаешь, этот дегенерат-то, блядь, который вы сейчас видите на экране, что я даже его вот этот вот взблёв читать не буду. Знаете ли, в чём дело? Вот. Ну, как бы, я его вот так вот просто унижу, и всё, как бы. И больше он абсолютно точно ничего сделать не сможет. То есть всё, он унижен. Он фальшивка, пойманная за руку. Он всё, блядь. Он унижен. Я даже его вот эту хуйню не прощу. Я даже его, блядь, комментарий полностью не заскринил, блядь. Всё, я его унизил. Ты унижен, долбоёб. И больше свою хуйню не пиши. Хотя ты, в принципе, никто из вас не забанен на моём канале. Вы можете написать любую хуйню, которая вам только в голову запретёт. И все смогут на вас посмотреть. А другим адекватным зрителям я хочу сказать спасибо за посещение нашего контактного зоопарка. Если данный видеоролик наберёт 100 лайков, то такие видеоролики будут выходить чаще, знаете ли, с обзором вот этих вот комментариев. IP на Arizona Roleplay Channel нормальный проект находится в описании. Всем спасибо, всем пока.